Сейчас я подготавливаю меха к работе, сейчас подкинем углей и будем ковать клинок. Сейчас у нас вот такой вот деревесный уголь закидываем в очах, подготавливаем заготовочку, подбираем, вот у нас такая заготовочка, будем ковать с этой заготовочки клинок, образца 16 века примерно, вот и сейчас будем разогревать и ковать. Температура в очее доходит до 1600 градусов, вот такими мехами мы раздуем угли и будем выковывать клинок. При нагреве металл становится пластичный, очень мягкий и ковкий. Сейчас у нас пошел процесс нагрева, занимает немного времени, вот так вот. Клинок такой обычный, бытовой, кухонный, он цельно кованый и ручный, из металла и сам клинок из металла. Состоялся второй старт, уважаемые дамы и господа, стоило мне посмотреть на ветер и вот уже... Вот металл поднагрелся и можно уже его ковать. Острие есть уже и опять продолжаем нагревать. Кузница была построена сегодня здесь прям на берегу этого озера. с помощью подручных материалов. То есть натаскали камней, дрынов, все это связали и построили вот такую кузницу. Вот, сейчас пошел формироваться клинок, вот само лезвие, вот оно. Металл хорошо нагрелся, как раз она. Металл очень пластичный, мягкий. Вот, отлично все получается. Теперь отрубим отсюда кусок металла и чтобы с нее сформировать нам ручку. Потому что очень большая длина у металла. И сейчас нагреем и сформируем ручку. И вот так вот с помощью обычных древесных углей и не сложного оборудования можно прям в походных условиях выковать практически все что угодно. Главное, чтобы было достаточно умений и материалов для этого. То есть так же можно производить ремонт всяких инструментов, технических металлических вещей. С помощью вот этой веревочки и камня можно регулировать подачу воздуха, то есть повышать давление. Вот, сейчас как раз я увеличил давление, чтобы еще жарче у нас было все. Вот, отлично. Металл уже нагрелся. И формируем дальше. Вот такими движениями. Сейчас мы схуем. Завершающие моменты. Вот и все, готов клиночек. Теперь процесс охлаждения и закалки. Вот так остужаем. У нас, собственно, заканчивается третий заезд. Все, и он теперь в воде полностью остыл. Можно его уже обрабатывать. Теперь, когда вы видели все прижимы, еще раз поаплодируем нашим нарезникам и лошадям, которые... Задаю вам определенный рим, большое спасибо. Вот такой вот клиночек получился образца 16 века. Все остается его заточить и можно использовать. Сделать ножны для него красивые и использовать для нарезки всего, что вам надо. Пожалуйста. Все, готово. Все, готово.